Продолжение следует... Мы берем вдохновение из жизненных ситуаций, просто собираемся с друзьями в неформальной обстановке и обсуждаем, что произошло смешного и что из этого можно вынести для КВН. Мы сами не знаем, где мы берем вдохновение. Честно, вообще откуда это все лезет из нас, мы не понимаем, честно, на самом деле. Не страшно, потому что... А хотя нет, страшно, что не страшно? Всем всегда страшно. Хоть сто раз на эту сцену выходить, она чуть-чуть будет... Если тебе не страшно, значит тебе все равно, вот и все. Мы готовились, на самом деле, очень упорно. Сегодня вот тоже товарищ говорит, приходим домой, тоже рассказывал историю, приходим домой, стоим, спим чуть-чуть, минуточку, потом готовимся дальше. Собственно так, вдохновение мы ловили вот как раз во время вот этой минуты сна, стоя, вот приходило вдохновение, мы все, ребят, надо делать дальше, продолжаем. Я думаю, что сегодня зал будет очень добрый, он нас воспримет очень хорошо, мы надеемся только на их поддержку, больше ничего. В общем-то, уже пятый год играем, немножко сложновато уже находить новые темы, чем-то удивлять зрителя, но, тем не менее, мы нашли прекрасный танцевальный коллектив, который нам помогает, поэтому я думаю, что все будет эффектно. Сейчас мы находимся за кулисами, буквально через пять минут начнется игра. Константин, расскажите, как готовились, где брали вдохновение? Брал вдохновение из истории в жизни, которые происходили у моих друзей и сокурсников. В этом году в редакторский состав региональной школы КВН для молодежи вошел редактор канала КВН-ТВ, Центральной лиги Москвы и Подмосковья и премьер лиги КВН Владимир Костур. Уже несколько дней с командами пообщались. Есть интересные, есть те, кому вторым еще нужно подучиться, но посмотрим. Самое главное, что работа началась, организация здесь прикольная, на хорошем уровне, хочется верить, что будет плодотворный сезон. Впервые за последние годы количество участников игры достигло уровня 19 команд. Фестиваль нового сезона станет для команд точкой распределения для участия в следующих играх чемпионата. Кто-то попадет в высшую крымскую лигу КВН и продолжит радовать крымского зрителя, а кто-то продолжит набираться опыта в студенческой лиге КФУ. Опыт испытания сцены, он всегда очень важен, потому что я помню себя, когда ты выходишь первый раз на сцену, и вот перед тобой черный залп, тебе бьют глаза софиты. Тут не то, что шутить, играть, тут не знаешь, что у тебя по тексту написано, сложно вспомнить. Поэтому для ребят, конечно, это опыт. У кого-то получится с первого раза, у кого-то надо будет несколько раз пройти инъекцию до этой сцены, для того, чтобы ею заболеть. Главной гостью и изюминкой этого чемпионата стала ведущая игры звезда и актриса шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева. Именно в Крымской лиге я сегодня впервые, еще и в качестве ведущей, короче, сразу такой бонус. Классно. Я надеюсь, что будет смешно, и я буду контролировать все, что происходит на сцене, и смеяться, надеюсь, что мне будет весело. Главным призом сезона станет путевка на международный фестиваль КВН «Кивин-2020», который состоится в январе 2020 года в Сочи. Алена Арцебашева, Николай Шульга, Сергей Мельник, Пресс-служба Крымского федерального университета.